Рад находиться с вами, люблю вас. И знаете, для меня всегда большая радость быть в церкви, в церкви источник жизни именно. Мы с братьями только в час ночи вернулись из Мексики, куда мы ездили для того, чтобы, как вы знаете, у нас в конце июля, во второй половине июля будет поездка в Мексику, и мы с братьями ездили для того, чтобы настроить все, распланировать. Мы встречались с местными пасторами, будет четыре поместные церкви, в которых мы будем работать, будет музыкальный концерт, на который рассчитывается пригласить больше тысячи человек. То есть это было хорошее время. Знаете, первый раз за 12 лет заболел в Мексике, я имею в виду, отравился, наверное, чем-то. Я думал, уже все это прошло. И когда я понял, что я отравился, я так слегка напрягся, потому что я знаю, что когда кто-то у нас там отравливается, одна из причин, почему нужно, чтобы всегда пастор туда ездил, это минимум на три дня человек лежит просто пластом зеленого цвета. И когда это случилось, я думаю, слушай, мне завтра лететь домой, в воскресенье надо проповедовать и вечером улетать опять на миссию. И я так аж слегка напрягся, мы пошли к пастору, помолились. Слава Богу, жив-здоров, но ребра до сих пор болят от того, как я сильно болел. Извините за откровенность. Поэтому, пожалуйста, молитесь за миссионеров, молитесь за миссионерские проекты. И, как я сказал сегодня, я, Павел Авдеев, с семьями еще потом позже в Европу. Некоторые братья и сестры присоединяются, мы летим. Там, к примеру, будет лагерь на 200 человек, много из них будут беженцы из Украины, да, будет лагерь для них. Поэтому молитесь, чтобы Господь благословил, чтобы Господь нас благословил, чтобы Господь благословил людей, которые будут в этом лагере. Как мы прочитали, Отец наш Небесный является родоначальником всего Отчества или Отечества, всего, что именуется Отцом в этой Вселенной, на земле и на небесах. Он есть Отец всего, и Он настоящий образ или пример Отца. Интересно, что эту описательную характеристику, именно эту описательную характеристику, наверное, так надо сделать акцент, Бог выбрал для того, чтобы объяснить себя людям. Чтобы рассказать о себе, о своем характере, о своем отношении к людям. И мы знаем, что ярче всего, лучше всего это Он сделал через Иисуса Христа. Бог выбирает образ Отца, чтобы рассказать о себе. Бог решил, что лучше всего донести до людей идею своего характера или смысл, суть, природу своего характера до людей, до своего творения, которое Он искупил через Иисуса Христа. Это именно через использование образа Отца. И моя проповедь сегодня будет к Отцам, к нам с вами, дорогие Отцы. Те, кто стали Отцом, те, кто уже были Отцом, и те, кто собирается стать Отцом, и дорогие жены, слушайте тоже и дай Бог вам мудрости правильно своим мужьям потом подсказывать о том, как правильно быть Отцом. Суть в том, что быть Отцом заложено в каждом человеке мужского пола, неважно, кем и чем ты себя чувствуешь. Вопреки всему, что сегодня проповедуется и говорится о том, как себя чувствовать и кем ты себя чувствуешь, и смена пола, и смена взглядов сексуальных и всего остального, быть Отцом заложено в каждом человеке мужского пола, независимо от того, кем и как ты себя чувствуешь. Но для того, чтобы стать Отцом, для того, чтобы дойти в своей жизни до этого положения Отцовства, тебе сначала надо сформироваться, как мужчина, потом тебе надо сформироваться, как муж, и потом только ты готов формироваться, как отец. Ты не можешь стать Отцом в 14 лет и сначала сформироваться, как мужчина, потом как муж, и извиняюсь, может быть я противоречу чьим-то традиционным взглядам, но я небольшой сторонник того, что пара поженились, и если через 9 месяцев у них не появился ребенок, к нему и ему же задают вопросы. Они только поженились, дайте им сформироваться, как муж и жена, понять вообще, что они в своей жизни сделали, на что они пошли. Потому что для того, чтобы быть Отцом, ты сначала должен быть сформированным мужем. И если ты не сформировался, как муж Отцом, у тебя плохо получится сформироваться. Поэтому каждый человек мужского пола, он должен сформироваться как мужчина, потом он должен сформироваться как муж, и потом он в состоянии стать Отцом. Потому что отец – это то, что идет после того, как ты стал мужем. И знаете, отцы вне брака, извините за откровенность, это просто безответственный осеменитель, который не способен обуздывать свои желания. По-другому я это назвать не могу. Знаете, к сожалению, сегодня часто отцовство воспринимается, это как залетел. Вот неудача-то какая. И, наверное, именно поэтому молодые люди, узнав о беременности своей возлюбленной, сбегают. И, к сожалению, это статистика той данности, в которой мы сегодня живем. По данным Бюро переписи населения Соединенных Штатов Америки за 2023 год, то есть это самая свежая статистика, 17,8 миллионов детей, это почти каждый четвертый ребенок, живут без биологического отчима или приемного отца в доме. Чтобы понять, как это много, 17,8 миллионов, этого количества детей достаточно, чтобы дважды заполнить город Нью-Йорк или четыре раза заполнить Лос-Анджелес. И, знаете, исследование показывает, что отсутствие отца самым прямым образом влияет на детей. Точнее, я бы сказал, не просто прямым, а самым неприятным, самым негативным образом влияет на детей, в то время как присутствие отца положительно сказывается на жизни детей и также их матерей. Согласно статистике, начиная с 1960 какого-то года, не помню, о семье, в которых нет отца. В этих семьях повышен риск бедности, более вероятно наличие поведенческих проблем, больший риск младенческой смертности, больше шансов попасть в тюрьму, больше шансов совершить преступление, более вероятно забеременеть в подростковом возрасте, более вероятно столкнуться с насилием и пренебрежением или отвержением, более склонны дети без отцов, более склонны злоупотреблять наркотиками и алкоголем, больше шансов страдать от ожирения и более вероятно, что дети, которые растут без отцов, они закончат или бросят школу, не закончив ее. Влияние отцов на детей очень трудно переоценить. И ты влияешь на своих детей независимо от того, есть ты в семье или тебя в семье нет. Само понимание отцовства, само наличие отца является причиной то ли позитивного, то ли негативно сложившейся жизни ребенка. И почему так происходит? Почему влияние отца нельзя недооценивать или невозможно переоценить? Суть в том, что отец – это первый мужчина в жизни каждой девочки, независимо от того, есть ты дома или нет тебя дома. Отец – это самый первый мужчина в жизни девочки, в жизни твоей дочери. И то, как ты себя ведешь в прошлом протяжении вот этих 18 или 20 лет, пока она растет в твоем доме, ты единственный мужчина в ее жизни. И о том, кто такие мужчины, что они себя представляют, как они себя ведут, у нее этот образ складывается исключительно на примере тебя. Ты самый первый, ты самый главный мужчина в жизни твоей дочери. И какого бы ты хорошего мужа не хотел бы для своей жены, как бы ты не возмущался потом на своего зятя будущего, что он не так относится к твоей дочери, она позволит ему вести себя так, как ты позволял себе вести себя с ней. И ты можешь возмущаться на зятя, который грубый с твоей дочерью, она этого не замечает, потому что она выросла в грубости. И другого она нет. Ты сформировал в ней образ мужчины, как он должен выглядеть или что он из себя представляет. Именно отцы ответственные за то, как их дочери учатся воспринимать мужчин в жизни, как относиться к мужчинам в жизни. Отец — это первый образец в жизни сына. Это первая модель для подражания в жизни своего сына. Именно с тебя он на протяжении первых десятилетий учится, как должен себя вести мужчина, что он должен делать, что он не должен делать, как он относится к своей жене, как он относится к своей матери. И бесполезно говорить сыну, не ори на мать, если ты сам на эту мать орешь. Бесполезно сыну говорить, не ори на меня, если ты сам на него орешь, потому что ты являешься для него моделью, ты для него являешься примером, и на протяжении годов ты формируешь в нем этот образ. Не тем, что ты ему рассказываешь, не тем, что ты говоришь, а именно тем, как ты себя ведешь. Отец — это первый и самый главный мужчина в жизни дочери. Отец — это первый и самый главный образец в жизни сына, независимо от того, есть ты или тебя нет. И именно поэтому поведение отца играет фундаментальную роль в жизни его детей. На то, чтобы быть отцом, надо тратить время. На то, чтобы быть отцом, надо тратить время. Это не происходит автоматически, это не происходит за два дня, это формируется на протяжении годов, это формируется десятилетиями, как минимум первые два десятка лет. Это формируется, и чтобы быть отцом, не просто дать биологическую жизнь ребенку, но для того, чтобы быть отцом, на это надо тратить время. Итак, кто же такой отец, или что же такое отцовство? Я хотел бы отметить всего лишь несколько моментов, об этом можно говорить долго и много, но я хотел бы отметить, мне кажется, самые основные аспекты того, что значит быть отцом или чем является отцовство. В первую очередь, отец — это ответственность. Быть отцом — значит нести ответственность. Это ответственность заботы, это ответственность взращивания, это ответственность воспитания. Послание к Ефесянам, 6 глава 4 стиха. У меня особые воспоминания с этим стихом. Каждый раз, когда я до них дохожу, знаете, дети были маленькими, мы в машине слушали CD-диски с посланиями апостола Павла, и вот они сидят на заднем сиденье, что-то там шумят, между собой что-то выясняют, и здесь доходим, диктор, знаете, таким голосом читает, дети, повинуйтесь своим родителям. Я так говорю, дети, дети, слушайте, что говорит писанин, такие, ааа, папа, слушай следующий стих. И следующий стих. Отцы, не раздражайте детей ваших. Я думал, что они там отношения выясняют, они, оказывается, все слушают. Отцы, не раздражать ни мамы, ни родителей, именно отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господня. И я не хотел бы долго, может быть, сильно углубляться в грамматику, но слово, которое здесь использует апостол Павел, оно буквально переводится как образовывайте их или давайте им образование. И он здесь говорит не о светском образовании, не о том, что их надо отправить в колледж или куда-то еще, и это тоже, но он говорит, то, как вы воспитываете своих детей, то, как вы вкладываете в своих детей, оно равнозначно или оно должно быть равносильно тому образованию, которое они получают в светском заведении, в учебном заведении. Интересно, очень эротично апостол Павел подчеркивает, что третьего не дано. Ты не можешь быть кем-то третьим. Ты либо своих детей воспитываешь, либо ты их раздражаешь. Третьего отцы нам не дано. Все, что ты делаешь, все, что ты говоришь, то, как ты поступаешь, то, как ты с ними общаешься, то, как ты шутишь, ты либо их раздражаешь, либо ты их воспитываешь. И если в детстве они чего-то маленькими детьми не понимают, не догоняют, может быть, какие-то моменты не упускают, но становясь подростками, они сильно начинают раздражать. И ты думаешь, что они раздражаются? Потому что Священное Писание говорит, что ты либо раздражаешь своих детей, либо ты их воспитываешь. Третьего не дано. Отцы, быть отцом, это значит нести ответственность, это значит взять на себя ответственность за заботу, за удовлетворение нужд твоего ребенка, за воспитание твоего ребенка. И знаете, как мы сказали, для того, чтобы быть отцом, надо тратить время. Для того, чтобы воспитывать детей, надо тратить время. И времени надо тратить много на это. И ты, если делаешь это очень коротко, то ты раздражаешь. И если ты не хочешь раздражать, то надо тратить много времени. Следующий момент ответственности, он связан со следующим отец, это тот, кто берет на себя ответственность за проступки своего ребенка. Посмотрите, мне кажется, иногда мы неправильно понимаем слово прощение. Прощание — это не забыть. Прощение — это взять на себя ответственность за проступок своего ребенка. Когда ты не говоришь, ладно, я тебя прощаю, убери и больше так не делай. Нет, ты с ним становишься на колени, и ты убираешь последствия того, что он сделал. Вот что такое прощение. Ответственность или брать на себя ответственность — это также брать на себя ответственность за проступки детей. И это сложно, но это важно, потому что ответственность всегда связана с самоотдачей. Ты не можешь быть ответственным без самоотдачи. Ответственность связана со временем, ответственность связана с ресурсами, ответственность связана с вниманием. Ответственность, особенно ответственность за проступки детей, Ей она всегда связана с самоотдачей. Всегда намного проще повесить ремень на спинку стула, и все быстро решилось, чем тратить время уже в 50 какой-то раз, объясняя ребенку, что так делать не надо. Ответственность за проступки связана с самоотдачей. И знаете, во всем этом хотел бы обратить наш взгляд на нашего Небесного Отца. Потому что это именно то, как ведет себя Бог. Это то, как Он себя повел. Единственная причина, почему мы спасены, потому что Бог взял на себя ответственность за наши грехи. А знаете, что значит взять на себя ответственность на примере Бога? Это значит нести последствия этих грехов. Платить за эти грехи. И мы не очень хотим это делать. Нам намного проще наказывать детей, потому что так Он несет ответственность за то, что Он сделал. А взять на себя ответственность за его грехи – это значит самому переживать это наказание. Взять на себя ответственность – это значит нести расплачиваться за последствия, которых ты не делал. Но это единственная причина. Бог во всей своей мудрости, во всем своем всемогуществе и всех миллионов возможных вариантов решил, что единственный способ спасти человека – это взять на себя ответственность за грехи этого человека. И как бы нам не хотелось лучшего способа воспитать детей, нету, как по примеру нашего Небесного Отца взять на себя ответственность за грехи, которые совершили наши дети, нести, расхлебывать это своим временем, своими финансами, своим вниманием, своим недосыпанием, своими молитвами и так далее, и так далее. Но это единственный способ образовать ребенка, это единственный способ сформировать ребенка, это единственный способ, как Бог смог нас сформировать и сделать детьми Божьими. Ответственность связана с тем, чтобы брать на себя последствия того, что делали не мы, а наши дети, уже в сотый раз и так далее, и так далее. Знаете, здесь вступает в конфликт фокус на себе и фокус на ответственности. И мы об этом чуть дальше поговорим. Фокус на себе и фокус на ответственности. Итак, в первую очередь, отец – это тот, кто берет на себя ответственность. Во-вторых, отец – это тот, кто является примером. Суть в том, что ты всегда пример. Хочешь ты этого или не хочешь, есть ты или тебя нету, говоришь ты или не говоришь. Суть в том, что ты всегда являешься примером. Даже когда ты покинул семью. Или хороший, или плохой, но ты пример. Или хороший, или плохой, но ты всегда пример. Знаете, один момент, который я понял, что никогда не требуют детей того, что сам не делаешь или не собираешься делать. Потому что они видят тебя намного внимательнее, чем слушают тебя. Они видят тебя внимательнее, чем они тебя слышат. И ты можешь говорить как, сколько угодно правильные вещи. Они этого не слышат, потому что они видят, как ты себя ведешь. И отец – это тот, кто является примером. И знаете, опять же хочу обратить наше внимание на Бога, который никогда от нас не требует ничего, чтобы он сам не сделал. Перелистайте всю Библию, вы не найдете ни одного примера, чтобы Бог от нас потребовал что-то, чего он сам не делал. Любите, потому что Бог есть любовь. Будьте святы, потому что я свят. Прощайте, как Бог простил вас. Принимайте друг друга, как Бог во Христе простил вас, принял вас. Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерден. И так далее, и так далее. Бог никогда ничего не потребовал от человека, чего он сам до этого уже не сделал, не был в этом примером. Вот это пример настоящего отцовства. Ты требуешь того, или ты ожидаешь от своих детей того, что ты делаешь сам. И ты не имеешь никакого ни морального, ни духовного права ожидать от своих детей делать то, чего ты сам никогда не делаешь. Начиная от заправленной кровати, заканчивая чем-то глобальным или какими-то моральными стандартами и так далее, и так далее. Потому что ты являешься примером по умолчанию, нравится тебе это или не нравится, хочешь ты быть примером, не хочешь быть примером, ты все равно являешься примером. И ты можешь сколько угодно говорить, а вот в Библии написано, а вот Бог тебя видит, и прежде чем Он видит Бога, Он видит тебя. И Бога Он видит в первую очередь через тебя. Поэтому в таком случае на тебе вообще двойной грех. Ты, во-первых, сам так не поступаешь, во-вторых, ты извращаешь в ребенке образ небесного Отца. Итак, Отец – это тот, кто берет на себя ответственность даже за проступки, или в первую очередь за проступки ребенка, за ошибки, за его неправильное поведение. Это тот, кто берет на себя ответственность с заботы, взращивания, воспитания. Это тот, кто является примером. И во всем этом для нас примером в первую очередь является Бог. Он взял на себя ответственность, Он понес наши грехи, наказание мира нашего было на нем. И Бог является для нас во всем примером. И знаете, как результат всего этого, отцовство является авторитетом. Вот это то, чего мы отцы так любим и так сильно хотим, быть авторитетом. Зашел в дом, и все, папа зашел. И тихо дома, и все дети по норам, как мы, и никто не кричит. Никто, папа, уставший, с работы пришел, ему нужно на диван. Тише, дети, тише, да, как бы, тише, тише, кот на крыше, да, как бы. И нам-то хочется, чтобы пришли, и вот папа пришел, да, или там муж пришел. Хочется быть авторитетом. Но у меня вопрос, откуда этот авторитет берется? На чем держится этот авторитет? Может быть, он самоутверждается силой, громкостью голоса, количеством морщинок между глаз, да, как бы, там, басом или стуком по столу? Или демонстративным ремнем, который висит на спинке стула или дивана? Знаете, такое поведение приносит желаемый моментальный результат. И вот это то, чего нам хочется, моментального результата, да. Но проблема в том, что на очень короткий период времени. И то, пока дети маленькие, пока они не могут артачиться, пока этот сын недостаточно сильный, чтобы дать сдачу. Да, проблема в том, что такое поведение моментально эффективное, да, приносит моментальный результат, но проблема в том, что на очень короткий период времени, а еще хуже то, что в долгосрочной перспективе приносит негативные долгосрочные последствия. И он тебе отарется в ответ все, что он в детстве терпел. Потому что что сеешь, то и пожнешь. Итак, как этот авторитет насаждается, или на чем он держится? Это самоутверждение или личным примером, что намного тяжелее, намного дольше, но в долгосрочной перспективе приносит результат на всю жизнь. Проблема в том, что мы, мужчины, хотим самореализоваться, мы хотим самоутвердиться. Нам очень важно быть самоутвердением, нам важно, чтобы с нами считались, чтобы нас услышали, чтобы, знаете, мы мужик, да, но проблема в том, что очень часто мужчины пытаются самореализоваться или самоутвердиться за счет более слабых, за счет своих детей, в частности, или за счет своей жены, да, у меня власть, ты контролируешь аккаунт, да, ты контролируешь ключи от машины, да, ребенок, ты контролируешь его поведение, и ты, вот, зашел отец в дом, да, и все тихо, потому что вот это авторитет, да. Но суть в том, что это грех, и это неправильно, потому что, соответственно, Священному Писанию, Священному Писанию, кто ты, утверждается или формируется на твоих отношениях с Богом, а не за счет твоих детей или жены. Твой, или твоя персона, или твой, да, своя самоидентичность приходит, или ты ее находишь в Боге, а не в тех, кто более слабый, или не могут тебе сегодня ответить. Вот, где формируется, или вот, где ты находишь свое самоутверждение или самоопределение. Да, но дети же должны знать, что дома есть отец, и отец главный, да. Вот это часто иногда, когда приходится общаться с отцами и по поводу детей, вот говорят, ну, должны понимать, что дома есть папа. Но, знаете, дети знают, что папа есть дома не за счет запретов, а за счет вместе проведенного времени. Дети знают и считаются с тем, что дома есть папа, не за счет угроз, грубости и запретов, а за счет качественно вместе проведенного времени. Отец главный не потому, что я его боюсь, а потому что, когда мне надо, у него всегда есть время для меня. Вот почему он главный. И когда у меня есть проблема, я знаю, что в любое время первый, к кому я могу прийти, и всегда он будет доступен, это мой папа. Он главный не потому, что я его боюсь, не потому, что он сильнее, а потому что, когда мне надо, у него всегда есть для меня время. И знаете, у детей, особенно подростков, для родителей очень редко есть время. Для пап очень мало есть времени. И знаете, однажды я себя поймал на мысли, что меня это сильно как-то раздражает. То есть, когда детям надо, неважно, чем ты занимаешься, они придут, ты должен быть готов их слушать. А когда ты приходишь к ним, особенно к подростке, у них никогда не для тебя времени. Ну я занят, о чем с папой разговаривать. Но как только у них какие-то проблемы, они тут же приходят. Я однажды как-то возмутился, и дочке такое сказал, почему у тебя, когда ты приходишь, я всегда должен реагировать. А когда и я к тебе иду, ты не всегда хочешь со мной общаться. Ей нечего было ответить, но в тот момент это не была победа, это было проигрышем. Потому что я вспомнил про свое взаимоотношение с Небесным Отцом, которое независимо от времени, обстоятельств, места, он всегда доступен. И я знаю, что в любое время я могу прийти к нему, помолиться, он ответит, он согреет, он окутит любовью. В то время, как я далеко не всегда доступен для своего Небесного Отца. Уж вот такое поведение детей. Но тем отец отличается от ребенка, что отец в состоянии способен брать на себя ответственность за своего ребенка и за то, что он для тебя недоступен. Итак, вот этот принцип очень важный. Отец главный не потому, что я его боюсь, а потому, что когда мне надо, у него всегда есть для меня время, и я знаю, что я могу к нему прийти. Итак, отцовство – это авторитет, который зиждется на личном примере и ответственности, которую ты готов на себе брать. Не на угрозах, не на силе, не на запретах, а на личном примере и на ответственности, которую он берет на себя за своих детей. Это то, как ведет себя наш Небесный Отец. Он авторитет, он Бог всемогущий не за счет наказаний, не за счет каких-то запретов, а потому, что он взял на себя ответственность за все мои грехи. Он взял на себя ответственность за мое взращивание, духовное формирование. Он взял на себя ответственность быть примером. И он для меня пример. Поэтому я знаю, что в любое время я могу прийти к своему Небесному Отцу. Он всегда доступен. Он всегда хочет пообщаться. Авторитет отцовства – это авторитет, который зиждется на личном примере и ответственности. Авторитет не в том, что тебя боятся, а в том, что тебе доверяют. Авторитет не в том, что тебя боятся, а в том, что тебе доверяют. Кстати, к сожалению, иногда приходится слышать от детей, даже от своих, от других, когда общаешься, и какие-то проблемы всплывают или ситуации, которые были уже давненько, и они несут за собой какие-то последствия. Ты их спрашиваешь, почему ты об этом раньше не рассказал? Когда случилось, говорит, а я боялся, что папа меня не поймет. А боялся, что папа на меня наорет. А я боялся, что папа меня за это накажет. Авторитет – это не страх. Авторитет – это доверие. Когда дети знают, что они в любое время даже с самой большой проблемой, которую они сами сотворили, они могут прийти к своему отцу. И у меня возникает вопрос, как быть таким отцом? Как стать таким отцом? Потому что звучит все правильно, звучит хорошо, звучит эффективно, но как быть таким отцом? Я хотел бы прочитать из первого послания Яна. Вторая глава – это текст об отцовстве. Тринадцатый стих. Начало тринадцатого и начало четырнадцатого. Апостол Ян пишет. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Или вечного, да? Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. В первую очередь, для того, чтобы быть таким отцом, необходимо знать Бога. Потому что ты, отец, именно так, как это задумал Бог, это результат твоих взаимоотношений с Богом. Ты, отец, когда ты знаешь Бога. Потому что твое отцовство приходит от небесного Отца. То, каким должен быть ты, отец земной, ты берешь пример с небесного Отца. И твое качество отцовства зависит от качества твоих взаимоотношений с Богом. И у меня вопрос. Сколько времени ты тратишь, чтобы знать Бога? Сколько времени ты тратишь, чтобы разбираться в своей работе? Иронично, что отцовство – это тоже работа. Знаете, мне нравится, как сказал Генрих Хендрикс. Он говорит, если бы мы о своей работе знали столько же, сколько мы знаем о Боге, нас бы давно уволили. Сколько я времени трачу, чтобы знать Бога, потому что мое отцовство, качество моего отцовства напрямую зависит от моих взаимоотношений с Богом? Знаете, очень страшно, если не дашь сегодня ребенку образование, как-то в современном мире это очень важно, и мы все это понимаем. У меня вопрос, а если ты не приведешь его к Богу, насколько это страшно? Как долго ему пригодится образование, и как долго ему пригодится знание Бога? Знать Бога, как отца. Мне необходимо знать Бога, как отца. Мне нравится, как в Евангелии от Матфея, 5 глава, 44 стих и 45 написано, Христос говорит, я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами отца вашего небесного. Моя реакция на мир, моя реакция на зло, в нашем контексте моя реакция на неправильное поведение детей понапрямую зависит от того, знаю ли я Бога, как отца, является ли Бог моим небесным отцом. И только тогда я могу учить своих детей знать Бога. Это, знаете, как Давид перед смертью говорит своему сыну Соломону. Давид, который знал Бога, имел взаимоотношение с Богом. Первое, Паралапаминон, 28, 9, он говорит, и ты, сын мой, Соломон, знай Бога, отца своего. Есть ли у меня вот это право сказать своему ребенку, знай Бога своего отца? И следующее то, что я вижу в этом отрывке, во-первых, чтобы быть таким отцом, надо знать Бога, второе, надо любить Бога, 15 стих 2 главы 1 послания Иоанна, не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, не есть от отца, но от мира этого. Первое, ты либо любишь себя, либо ты любишь Бога. Либо ты любишь себя и вкладываешься в себя, либо ты любишь Бога и вкладываешься в Божье. Потому что в каждом человеке живет похоть поти, похоть отчей, гордость житейская. И, наверное, годам 40, когда ты более-менее сформировался как мужчина, как взрослыми идут человек, сформировался, и у тебя уже определенные финансы есть, тут ты начинаешь воплощать все свои несбывшиеся детские мечты. Да, я взрослый состоявшийся мужчина, мне нужен этот радиоуправляемый вертолетик. Да? Потому что все детство о нем мечтал. И ты начинаешь использовать свои возможности, чтобы восполнить все, что ты недополучил. Ты начинаешь, потому что в тебе есть похоть поти, похоть отчей, гордость житейская. Это в каждом человеке есть. И ты либо любишь себя и вкладываешься в себя, либо ты любишь Бога и вкладываешься в Божье. Это то, о чем мы сказали вначале, либо фокус на себе, либо фокус на ответственности. Потому что вкладываться в Божье – это ответственность. Нас характеризует наша любовь. Мы движимы любовью. И если я хочу, или если мне не хочется вкладываться в детей, то мне надо полюбить Бога. Если я не хочу вкладываться в своих детей, это потому что я не люблю Бога. Потому что ты вкладываешься в Божье, а дети – это Божье, это дар Божье, это награда Божья. Об этом говорит Священное Писание. Дети даны Богом, чтобы ты их воспитал для Бога. И ты вкладываешься в Божье тогда, когда ты любишь Бога. И если ты не любишь Бога, то ты любишь себя, и ты будешь вкладываться в себя. Но чтобы быть Отцом, по примеру Небесного Отца, тебе надо знать Бога, тебе надо любить Бога и жить Божьи вещи. В заключение я хочу сказать следующее. Я хотел бы немножко обратиться к матерям. Мужья разные, и никто, как жены, не знает своих мужей. Их самые негативные какие-то моменты. Мамы, поддерживайте авторитет отцов в глазах детей. Не из-за отцов, а из-за детей. Не делайте это ради мужа, ради папы этого ребенка. Делайте это ради ребенка. Потому что ваше отношение к мужу является самым первым и самым громким, самым ярким примером для вашего ребенка. И ваша дочка учится относиться правильно к своему мужу на примере того, как вы относитесь к своему мужу. И если вы хотите ей счастья, поддерживайте авторитет отца ее не из-за отца, а из-за нее. Хотел бы обратиться к детям, у которых, наверное, не совсем был хороший пример отцовства земного. И вы знаете какие-то примеры, не какие-то, а конкретные примеры того, что вам не нравилось в ваших отцах или ошибки ваших земных отцов. Хотел бы обратиться к вам. Приближайтесь сейчас к небесному отцу. До того, как вы сами стали отцами. Формируйте в себе этот образ отцовства до того, как вы им станете биологически. Развивайте отношения с небесным отцом, учитесь отношениям от него. В конце я хотел бы прочитать из книги «Второзаконие», точнее процитировать. Это известный всем текст, где записано «Слушай, Израиль, Господь, Бог ваш, Господь един, есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всеми силами твоими отцы». Домашнее задание небольшое. Жены, напомните им, пожалуйста, придите домой, откройте «Второзаконие», 6 глава, и прочитайте с 1 стиха до 9 стиха. И здесь три очень важных момента к отцам, потому что этот текст обращен к отцам. «Знай Бога, люби Бога, живи Бога». И только после этого в 7 стихе мы читаем «Внушай это детям». Сначала «Знай Бога, люби Бога, живи Бога, и только тогда учи своих детей». Знаете, одно из самых больших препятствий на пути молодых людей принятия Бога как отца – это их земные отцы. Мне приходилось сталкиваться с случаями, когда человек кается, из мира пришел, покаялся, и здесь впервые он столкнулся с идеей того, что Бог – это небесный отец, и мы общаемся, и у него ступор, у него непринятие. Как это он мой Бог? Какой он отец? Начиная с ним общаться, оказывается, когда он был маленьким, отец их бросил, и все его воспоминания об отцовстве – это пьянство, избитая мать, и он сидит под столом. Поэтому у него в голове понятия отца и любящего Бога, они просто не сходятся. Отцы, вы ответственены за правильное восприятие Бога вашими детьми. Если вы ничего не запомните, если вы ни с чем не согласитесь, запомните одну вещь. Она самая главная. Отец, ты ответственный за правильное восприятие Бога твоими детьми. Именно ты, как отец, формируешь у своих детей первое понимание того, кто такой небесный отец. Давайте встанем для молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...